Приветствую вас, уважаемые телезрители, в этот утренний воскресный день. Итак, мы будем продолжать говорить о целомудрии. Апостол Павел в первом послании к римлянам, это первая глава, с 28 по 32 стихи, описывает состояние нечестивых, то есть людей без чести, не чтущих Бога. Послушайте эти слова. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Как видим, целомудрие и грех – это антагонисты. Грех – делитель целого, болезнь, поедающая душу и разлагающая тело. Когда мы болеем, то просим Господа исцелить нас, то есть восстановить целостность триады человеческого состава – духа, души и тела. И Господь говорит нам – стань целомудренным и исцелишься, а я помогу тебе. Вот так и больное разделившееся общество на своем сломе очень часто становится блуждающим внеопределенности и развращенным. Возьмите французскую революцию и ее символ – свобода на баррикадах. Этот образ совсем недавно, почти один в один, воплотили активистки свободной Белоруссию у нашего посольства в Париже. А 1917 год отменил нравственность, а проституция стала уважаемой профессией в годы распада СССР. Скажу больше того, блуд может выступать даже оружием, и такими примерами изобилуют Ветхий Завет. Последний по времени пример из него – это пляски Соломей. А пример массового поражения – это тактика муавитян. Когда израильтяне, выведенные из Египта святым пророком Моисеем, были уже близки к земле обетованной, Их соседи – муавитяне исполнились страха. И через блудодейство, в котором они сами преуспевали, вовлекли израильтян, выдало поклонство – Ваалфи-гору. Многочисленные войска израильтян теперь терпели поражение от малочисленных муавитян, ибо, отвернувшись от Бога, они потеряли своего главнокомандующего. Значит, целомудрие – это не только защита личности человека, но и духовный щит нации. Еще Иоанн Златоуст говорил, если в народе есть целомудренные жены, то этот народ непобедим. Построение человеческих отношений и тем более государственных – сложнейший процесс, требующий больших духовных сил от каждого отдельного гражданина, направленных на сохранение общности. И в основе государственности как формы общественного бытия человека лежит последовательное постулирование и защита ряда нравственных свойств в человеческой природе. Прежде всего, целомудрие. Испокон веков оно являлось основной, основой матрицы мировоззрения наших предков, любивших Христа. Но до сих пор, делая свое тайное дело, уже другие муавитяне, подводя теперь и наш народ под гнев Божий, да не коснется он нас. Почему так говорю? Посмотрите, почти 30 лет наша молодежь питается идеями свобод, которые так вольно позволяют себе трактовать либерализм. В отличие от ценностей наших предков, строивших цивилизацию духа, либерализм формирует цивилизацию ненасытного желудка и блуда. Либерализм – это вовсе не учение об экономических свободах и сопряженных с ними политических правах. Это тотальное, антибожественное, антигуманное учение, атакующее личность человека с целью полностью изменить ее сущность. И если попытаться пойти в глубину смыслов по либеральной тропе познаний, основываясь на случившихся фактах, а не на красивой теории, то можно добраться до постулатов, до сатанизма. Ведь либерализм зашел дальше язычества. Язычество – это все же сакральная и целостная мировоззренческая концепция бытия человека в мире. В либерализме же центральным принципом является десакрализация мироустройства и отделение человека от Бога, Вселенной, от другого человека, даже от своего естества. Его цель – разобщение, разделение, раскрепощение, разложение на атомы, образно говоря. Все то, что убивает вертикаль, духовную ось и размазывает человека по плоскости. И это, простите, совсем не вмешательство духовного лица в политику. Это совершенно иные измерения. Измерение духовного порядка. Ведь сейчас, когда наше общество надломилось, у нас осталось только одно право. право на борьбу за целомудрие во всех его смыслах. Эту борьбу мы должны начинать в себе, с себя, слагая и умножая добродетели и добрые дела, которые в свою очередь вовлекут и остальных. И поскольку, как говорит апостол Павел в своем втором послании к Тимофею, в первой главе стихой, седьмой стих, дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия, мы обязаны создавать своей жизнью результат, прекраснейшее произведение единства непобедимого народного духа. Вот только тогда наша молодая сплоченная нация вновь предстанет в образе красавицы с ясным взором и нежным кротким сердцем, чтобы иметь право называться Белой Русью. Белой значит душевно чистой и целомудренной, изменить которой будет просто невозможно. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok